Микс Ньюз Утро на Болткоме Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире Утро на Болткоме. Сегодня его начну проводить я, Артем Липин, звукорежиссер Евгений Копеин. И сегодня у нас в гостях главный тренер сборной Латвии по футболу Данис Казакевич. Здравствуйте. Доброе утро. Телефоны прямого эфира не меняются. 67-212-93-9, 67-213-93-9. Также можете писать нам по WhatsApp и задавать свои вопросы там. Постараемся все прочесть. 2-3-0-61-91. Ну, я, наверное, начну с таких более общих вопросов, потому что все-таки вы еще сравнительно новый человек на посту. И многое интересно, а потом уже пойдем по конкретным матчам. Есть такое мнение, что у тренера, и особенно у тренера сборной, есть два варианта таких крайних, как работать с командой. Можно отталкиваться от игроков, смотреть, к чему они привыкли, в чем их сильные и слабые стороны, и из этого строить команду. А можно иметь свою четкую систему, в которой все понимать функцию каждого игрока, и дальше игроков подбирать уже под эту схему. И если они не подходят под эту конкретную, то даже если они там индивидуально, может быть, чуть лучше, для команды выгоднее все-таки вот этот стиль, который нарабатывается месяцами и годами. Вот вам, как тренеру, какой стиль все-таки ближе, от игроков или от себя? Ну, вы знаете, я думаю, что в первую очередь, если мы говорим в разрезе национальных сборных, то, наверное, редко какой тренер может не считаться с игроками. Особенно если мы говорим о маленьких странах, где ресурсы игроков все-таки довольно ограничены, то понятно, что, в принципе, обычно первое – это анализ. Анализ тех игроков, которые у нас есть, тех игр, которые проводились до того момента, как конкретный тренер. Я приступил к работе в сборной, и это, наверное, первая основа того, какой модель игры мы выбираем. Ну, и вторая основа, наверное, конкретные уже идеи тренера, как в нынешней ситуации, с нынешними ресурсами футболистов. И, беря в учет, наверное, какие-то традиционно сильные стороны латвийского футбола, латвийских футболистов, мы выстраиваем уже игровую модель. А какие у латвийской сборной традиционно сильные стороны? Ну, во-первых, если мы вообще возьмем компоненты, понятно, что на данный момент наша сборная и, в целом, ее результаты, наверное, в одной из низших точек, которые до этого были. Но все равно, наверное, традиционно мы понимаем, ну, первое, я думаю, с чего надо начинать. Для латвийского футбола очень важно, чтобы команды и футболисты были в хорошем физическом состоянии, чтобы они могли играть физически активный футбол. Потому что во все времена, когда у нас были самые, в том числе, позитивные результаты, команда всегда отличалась игровой дисциплиной, отменной физической подготовкой, сильным духом, ментальностью. Вот это, наверное, в первую очередь те сильные стороны, которые должны быть у команды уровня сборной Латвии, потому что, беря в учет техническое оснащение, но очень трудно в нем превзойти, например, команды более южные с игроками более техничными, которые, скажем, уже традиционно играли в таком более техничном стиле. То есть, понятно, что для того, чтобы играть на определенном уровне и уровне технической подготовки, должен быть как минимум среднекачественный. Но в целом, конечно, ментальность, физическое состояние футболистов, игровая и тактическая дисциплина – это три, наверное, основополагающие момента, которыми всегда отличались в сильную сторону латвийские футболисты. Есть такое ощущение, что вот эта повышенная физическая готовность, она нужна в первую очередь и в играх с более сильными соперниками, потому что тогда мяч отдается, естественно, им, это больше идет в защиту. Но когда мы играем с равными сборными, с той же Андоррой, например, если мы уже идем более к актуальным матчам, там был полный перевес по владению, был полный перевес по ударам и так далее, по пасам и все прочее. Но складывается ощущение, что не очень понятно, что с этим делать. Вроде как мы готовы физически, но дальше непонятно. Ну, вы знаете, я думаю, что если мы говорим сначала в общем, а потом по конкретной игре, то физическая готовность нужна и чтобы качественно играть с мячом. Потому что я думаю, что одна из самых таких больших проблем или даже заблуждений в том, что когда команда играет с мячом, то там требуется больше технической сноровки. И это не так, потому что чтобы команда качественно играла с мячом, надо очень хорошо двигаться, надо хорошо открываться под пасы, надо активно предлагаться. И я думаю, в целом это одна из таких проблематик футбола и в том числе сборной Латвии, что когда мы играли и играем без мяча против более сильных соперников, мы понимаем, что надо бегать и отбирать мяч. Но еще более важно качественно двигаться, когда мы овладели мячом, чтобы не было ситуации, что у нас нет хороших адресатов и мы просто отдаем мяч в борьбу или отдаем сопернику после того, как мы, скажем, какой-то промежуток времени отбирали мяч. Так что в этом плане это однозначно равноценно важна физическая активность, что можно активно играть и с мячом, и без мяча, и в фазах переключений, когда мы только что теряем мяч в атакующей зоне. И это, например, если мы касаемся игры с Андорой, то, конечно, когда у команды довольно, скажем, такой большой перевес в контроле мяча, там уже на первый план выходит в том числе качество реализации моментов, качество принятия решений, насколько быстро двигается мяч. Но в то же время, когда мы переходим в стадию именно, что рано или поздно команда все равно потеряет мяч, тут уже важна физическая активность, быстрая реакция на потерю мяча и на то, чтобы мы не дали сопернику качественно переходить в контратаке. Если мы берем, например, нашу игру с Андорой, то, безусловно, то, что на поверхности, это то, что мы не сумели забить гол при большом перебесе, при голевых моментах, и пенальти не забили, еще 2-3 очень хороших голевых момента, но не хватило индивидуального исполнения. Но в то же время вот большая физическая активность нам дала возможность не дать шанс Андорре, то, что Андорре за всю игру не было ни единого реального шанса, и это было связано с тем, что нам удалось вот именно их самые опасные вещи, игру в контратаке, полностью заглушить в первой стадии, когда мы только теряли мячи, мы физически очень активно играли сразу в отборе. Я, наверное, задам этот вопрос, но я прошу понять, что это именно скорее ответ комментаторам в большой степени. Вы же понимаете, что когда идет сравнение со сборной Андорры и Мальтой и Фарерскими островами, то, ну, кажется, что сборная Латвии все-таки должна иметь какой-то перевес на стороне. Ну, просто потому, что есть уже такой стереотип о странах-карликах, так называемых, футбольных. Ну, это я правильно понимаю, что это уже ложное ощущение, и уже давно нельзя считать, что Латвия имеет какой-то изначальный перевес и надежды на то, чтобы какие-то гарантии, что будут победы, ее нет уже. Ну, вы знаете, я думаю, что, в принципе, такие ожидания и такие требования – это правильная вещь, потому что я считаю так же, что в играх с этими командами, которые вы назвали сборной Латвии, должна овладеть и быть в статусе того, что она обязана эти игры выигрывать. Другое дело, что последние года показывают ситуацию, что на данный момент, чтобы обыгрывать такие команды, у нас есть два варианта реальных. Первый вариант – это у нас очень качественно отлаженная командная игра за счет командных действий и качества командных действий и скорости командных действий. Мы просто переигрываем полностью соперника и за счет этого создаем большое количество моментов. Или второй момент – мы, скажем, имеем перевес и грамотно используем свои моменты уже за счет индивидуального исполнения. На данный момент, я думаю, что проблема, которая есть – это то, что в играх, где у нас есть довольно большой контроль мяча и возможность забивать, у нас не хватает индивидуального исполнения и уверенности в своих силах, чтобы грамотно реализовать эти моменты. Потому что, если мы смотрим уровень сборной Андорры, то я могу сказать так, может быть, не совсем популярную вещь, но я скажу, что в принципе, в плане организации игры, в плане понимания, что они могут, что не могут и за счет чего Андорра может добиваться результата, это очень стабильная команда. Это не команда с очень сильными исполнителями. Нет, это не так. И однозначно в таких играх, как со сборной Андорры, мы обязаны выигрывать. Там нет вообще двух моментов. Понятно, если мы уже идем чуть-чуть дальше, например, касаемся форерской команды, там чуть-чуть другая ситуация. Нам нравится это или нет, но, к сожалению, нам не нравится это. Точно нет, наоборот, я скажу. Нам это очень не нравится, но на данный момент в рейтинге жеребьевки мы были на третьем месте в этой группе. То есть в этой группе мы оказались там, где мы точно не хотели бы быть. И я думаю, что это однозначно одна из моих задач, чтобы в ближайшие вот эти два с половиной года, которые мне доверили сборную, мы качественно прибавляли и в игре, и в результате. Чтобы мы реально понимали, что пройдя этот период, промежуток времени, у нас хорошая организованная команда, которая из десяти игр в девяти или восьми точно обыграет Андорру. И только там несчастный случай может один раз быть, что там ничья будет какая-то. Но, чтобы до этого дойти, я думаю, есть очень много предпосылков. И то, чем мы вот сейчас на первом этапе занимаемся, это в первую очередь выстраивание команды, в которой есть футболисты, которые мотивированы играть и добиваться результатов за сборную. Потому что это такая очень тонкая грань в том, что сборная – это не то место, где футболисты зарабатывают себе на жизнь, зарплату и так далее. То есть они играют в клубах, и в разных клубах есть разное отношение к играм сборных. Вы сейчас, наверное, слушаете и, не знаю, того же Гвардиолу, который говорит, что вот на данный момент при таком плотном календаре сборных и клубов, там эти игры за сборную лишние и так далее, и так далее. Потому что всегда стык интересов клубов и сборной, он всегда существует. Особенно сейчас из-за коронавируса, подвинутого евро. Да, и плотных календарей. Но в то же время, то есть мотивация в сборной именно, она должна проглядываться у ребят, и она есть. Это позитивно. Я вижу вот по первому сбору, который я провел, что ребята мотивированы, что ребята хотят прогрессировать и добиваться результата. Ну и второй очень важный момент – это то, что если мы вот говорим про такие игры, как мы справляемся с давлением? Потому что это не только сейчас, а когда наша сборная была, ну, скажем, с более качественным результатом, у нас довольно часто были проблемы с маленькими странами. У нас были и ничи Сан-Марина, и Люксембург, и Лихтенштейн. Были проблемы. И это проблема вот именно того, что наши футболисты не очень привыкли к игре, когда ты под давлением. Потому что когда ты играешь сильной командой, ты ничего не можешь потерять, ты можешь только приобрести. Если ты качественно сыграл игру, если ты добился позитивного результата, ты герой. Если ты сыграл качественно игру, но где-то не повезло, тебя все равно похвалят. И только если, скажем, ты совсем неудачно сыграл или 0,5-0,4, все равно тогда уже может быть этот фон другой. Но тут очень важно, что мы должны переступать через это. Переступать за счет качественной командной игры, за счет того, что лидеры более уверенные, более качественно могут выполнить свои моменты. Это и есть наша задача на данный момент. Вы когда говорите, много моментов есть, но один, который мне запомнился, что нужны индивидуальные игроки, что нужно решать индивидуально, этого не хватает. Но ведь это не та проблема, которую тренер сборной может решить. Правильно я понимаю? Это ведь все-таки сборы длятся неделю, перед крупными турнирами хорошо, 2-3 недели. Но за это время невозможно сделать из игрока, поднять его на уровень, это все равно клубные моменты. Ну вы знаете, во-первых, если мы говорим о сборах, это вообще такая интересная вещь, с чем я сталкиваюсь сейчас. Конечно, это новый вызов, и я не скажу, что это не решаемая вещь, но это довольно сложная вещь. Вот 1 сентября для сборной праздник, потому что это единственный день в этом году, 2020, когда команда может провести полноценный тренировочный день. Потому что все остальное время это или предыгровые, или восстановительные тренировки, или перелеты. Потому что в связи с коронавирусом, например, если мы берем план сборной, и раньше в сборной всегда были сжатые сроки. Но все равно это было примерно 3-4 дня до игры, качественная, нормальная подготовка. Сейчас все календари клубные таким образом составлено, что еще в день сбора сборной некоторые команды и клубы играют в свои игры, и футболисты приезжают сразу после игры в гостиницу, потом им надо день как минимум восстановиться, чтобы они могли под определенные нагрузки попадать. Но, возвращаясь к вашему вопросу, я скажу так, в принципе, очень важно, чтобы мы понимали. У нас в целом есть среднего уровня футболисты, которые в таких конкретных играх при качественной командной игре более качественно будут реализовывать свои моменты. У нас, может быть, нету так много пока футболистов и в плане уровня мастерства, и в плане уверенности, которые могут даже в сложной игре, которая не очень хорошо складывается, развернуть игру в пользу своей команды, как есть, например, есть футболисты в нескольких командах, где видно, что это лидер, в Армении Мхатарян, который может за счет своих качественных действий в одиночку иногда развернуть игру, то в сборной Латвии пока этого нету, но у меня есть абсолютно вера в то, что как вот работа непосредственно самой сборной и развитие этой команды, это должно помогать в том числе и футболистам, потому что, понятно, если на международной арене, особенно футболисты, которые играют в Латвии, их возможность показать, это только сборные и клубные игры в Еврокубках, и тут я думаю, что это должно идти шаг в шаг с развитием результата сборной, должны развиваться футболисты, но в то же время я точно не скажу, что у нас на данный момент вообще нет футболистов, просто на данный момент у нас пока еще вот те ведущие игроки сборной не в состоянии сами решить 50-50 ситуацию исходную, потому что если мы, например, смотрим вот последние две игры, они были разные, они были разные и по сценарию, и по тому, с какими сложностями мы сталкивались, но одна из вещей была похожая, что в тех ключевых моментах, когда у нас были голевые моменты, у нас были проблемы с их реализацией, не только пенальти, но и два, три, четыре момента в целом в этих двух играх, и эти проблемы существуют везде в футболе, везде, просто разница в том, что там, где более качественный футболист, мы иногда смотрим, вот футболы играют две команды, одна более слабенькая, другая посильнее, мы говорим, ну, вроде у тех там четыре момента, три момента, и у тех там два-три момента, но счет 2-0 или 3-0. Потому что исполнители. Да, исполнители не могут это реализовать, но в то же время, еще раз повторюсь, я думаю, что на данный момент, да, тренер сборной по прямому во время сбора повлиять на это не может, но есть много инструментов между сборами, работы с футболистами, то есть видеоанализ, ментальная работа, разговор о том, какие конкретные, скажем, компоненты реально нужно улучшать в разрезе работы в клубном, тренировочном процессе, в клубных играх, это все равно есть определенные инструменты, они не быстродействующие, но они есть. А что вообще, вы давно, ну, недостаточно, вы давно работаете в латвийском футболе, на разных уровнях сборной, и это называлось как один из ваших плюсов, когда назначали вас на должность. Почему, если мы там смотрим даже 10 лет назад, мы можем назвать сразу несколько ярких латвийских игроков, которые выступали, ну, в хороших европейских клубах, а потом какой-то вот момент произошел, и, наверное, последний такой действительно яркий игрок, это Артем Руднев, который сразу же вспоминается, который, к сожалению, как-то там затих после определенного момента, а потом как-то вот пропали. Это какое-то изменение в наших школах, или какое-то в клубном управлении, или просто год на год не приходится, и у нас нет системы, которая постоянно поставляет игроков. Что это? Я думаю, там целый комплекс проблем, но если совсем так с очевидных вещей, первый момент, который надо понимать в разрезе сборной, сборная всегда будет зависеть от ситуации, которая с футболистами, и какая она в клубном футболе. Если мы посмотрим, действительно, последние года, когда последний раз латвийский футболист с латвийского чемпионата уезжал под хороший трансфер за хорошие деньги в Европу. И есть ли задача у латвийских клубов вообще готовить футболистов для трансфера в Европу, латвийских футболистов? Потому что если мы смотрим вот последние года, то явный крен на еврокубковые успехи у клубов, явный крен на то, чтобы скомплектовать команду, которая выиграет чемпионат Латвии, и которая сможет в квалификации Лиги чемпионов или потом Лиги Европы быть конкурентно способной. Потому что там видится самый большой финансовый потенциал. Клуб там видит. Он не видит потенциала в системной подготовке игроков. И я думаю, вот в этом есть очень большое отличие. Потому что если мы смотрим, конец 90-х, начало 2000-х был клуб «Сконта», в котором долгосрочно работал Александр Петрович Тарков как главный тренер. И он понимал, что у него есть несколько задач. И у клуба, и у него как у главного тренера. Первая задача, безусловно, спортивная – выигрывать чемпионаты Латвии, попадать в Еврокубки, там набирать определенное количество качественных игр из Барселоны, из Челса, из Интера и так далее. И через Еврокубковые игры, через игры за сборную показывать качественный товар и зарабатывать на трансферах. То есть, это была конкретная ситуация. И этих игроков доводили. У нас сейчас, например, проблема… И вот посмотрим так. По результатам юношеских сборных у нас за последние 4-5 лет самые лучшие результаты вообще в истории. Но когда мы берем анализ, например, смотрим футболистов 99-го года рождения, которые в элит-раунде уступили только Англии и заняли второе место. Самый лучший результат в истории юношеских сборных. Где на данный момент находятся эти ребята 21-го года. Когда их конкуренты, с кем они играли, они играют как минимум в средних европейских командах очень многие. У нас на данный момент они часто даже не играют в командах чемпионата Латвии. А с чем это связано? Это какие-то, не знаю, агенты, которые говорят, что в Латвии лучше остаться? Или это просто отсутствие интереса у самих игроков? Или европейские клубы не знают просто о латвийском футболе в целом ничего? Я думаю, во-первых, будем понимать, чтобы уехать в европейский клуб, он должен играть в Латвии. В Латвии в нынешней ситуации ведущие команды делают выбор в пользу опытных, качественных легионеров, потому что им нужен результат сегодня. Они пока не готовы подождать, они не готовы этого 18-летнего парня взять к себе, подписать с ним на 4-5 лет контракт, с ним реально заниматься, подпускать его к составу, вести его, и потом верить в то, что это будет трансферный игрок, который часть доходов не только от Еврокубков придет в клуб, а часть от продажи игроков. То есть это долгосрочная, длинная дистанция, по которой надо работать с игроком, чтобы от него что-то добиться. В свое время в Скоун-то это было поставлено на поток, там приходили ребята 18-19 лет, у нас были многие ребята, которые в 19 уже дебютировали, потому что если мы говорим, вот это наше такое золотое поколение, и Рубин, и Блейдерлис, и Пахарь, и Лайзан, и так далее, Калинько, они в основном в 19 лет уже дебютировали национальной сборной, и играли в ведущем клубе под присмотром качественного тренера, и их доводили. На данный момент это в большинстве случаев неинтересно, упрекнуть в этом никого нельзя, а сами ребята не настолько сильные, чтобы вопреки добиться. И потом есть два пути, то есть или ты рано уезжаешь в Европу, как у нас есть, например, тот же возраст, про который я говорю, там было 6-7 футболистов, и ребята играли в европейских. Ну, на сейчас, я смотрю, у нас составы открыт, три нападающих, которые играют в хороших чемпионатах, понятно, у нас есть и в литовских клубах, и в украинских клубах, но вот если нападающие, это чешский чемпионат, польский и швейцарский, это не самые последние чемпионаты. Ну, если мы говорим про национальную, мы так чуть-чуть перепрыгнули, но окей. То есть, заканчивая эту молодежную тему, я думаю, что тут важно, чтобы в этой клубной работе был, скажем, интерес доводить игрока, молодого игрока до первой команды своей сначала, и потом как трансферного игрока готовить в Европу. То есть, одна из целей, хотя бы у нескольких ведущих клубов. Потому что понятно, у Дауго, Пилс, у Лиметты такая цель есть, но это команды, которые играют обычно за то, чтобы не вылетать или не попадать. Они скорее продадут в более высокие латвийские клубы. Да, если будет такой спрос. Возвращаясь к сборной, то, что я уже говорил, на данный момент у нас есть ребята, вот вы назвали группу атаки. Три футболиста, Влад Гудковский, Роберт Улдрикес и Дависейков. Они играют в европейских клубах, но у каждого из них свой сказ. Влад Гудковский после трехлетнего перерыва, или двухлетнего, или трех, не хочу соврать, вернулся в польскую высшую лигу, до этого игра в первой линии. Качественный, нападающий, физически мощный, и он играл. Играл полтора тайма с Андорро, до того, как получил красную карточку. И видно, что пока наши командные действия еще не такие качественные, чтобы так же, как в клубе Раков, использовать его сильные стороны. Мы к этому идем. И, как я уже говорил в начале разговора, у нас есть футболисты, которые при налаженной командной игре могут давать результат. И Влад один из этих футболистов. Давис и Ковнекс, но на данный момент два последних года он все время борется с травмами. Он играет в этой чешской команде мало, выходит на замены. До этого сезон, за сезон он сыграл 2-3 игры всего. Там другой сказ. Роберт Удоркис, у него, опять же, ситуация такая, он время от времени очень качественно себя проявляет за клуб, забивает хорошие голы. И по мне, очень перспективный, сильный нападающий молодой. Да, он достаточно молодой, еще 22 года. И я думаю, что он один из тех людей, которые в ближайшее время должны дать результат в сборной. Но, опять же, на данный момент это еще не готовый футболист, который в очень сложных ситуациях, когда у команды, может быть, игра не идет или не хватает этого завершающего индивидуального момента, пока еще себя не проявил. Потому что тот же Влад Гудковский, он сыграл уже 19-20 игр за сборную, но пока не забил ни одного гола в сборной. И он это переживает, это на него довольно сильно давит, это я знаю. И тут важно друг другу помочь. Команде помочь нападающему забить гол, а нападающему помочь команде добиться результата, и тренеру направить эту команду в нужное русло. Это и есть наша задача на данный момент. Вообще, если посмотреть на состав, он сравнительно молодой, всего три игрока. Ну, я имею в виду, в прошлой зиме понятно, что на следующем матче мы узнаем только в четверг, как вы мне перед эфиром сказали. Но вот в предыдущем этого матча только три игрока, 30 лет и старше, причем один из них это вратарь, для них возраст, это все-таки немножко другая вещь, чем для полевых игроков. Это сознательный уход в сторону молодых более игроков? Или они действительно более качественные просто? Это сознательный уход в направлении создания команды, мотивированной, которая в ближайшее время, шаг за шагом, может улучшать свои результаты. Потому что, если ничего плохого не говоря, но если 32-летний футболист или 30-летний, он уже видит, что сборные пока и ситуации не совсем хорошие, результаты не очень хорошие. Он, скорее всего, не верит в то, что он лично для себя, для своего следующего, еще последнего, может быть, контракта, что-то может добиться в сборной. И тут очень важно не занимать такими футболистами место. Не говоря, что это плохие футболисты или плохие ребята, но все-таки их уровень мотивации, они получили свой шанс в последние 6-7 лет. Это не значит, что все те, которых сейчас нет в этом списке, все они такие. Нет, есть ребята, которых мы будем постепенно еще вводить в команду. У нас нет лозунга просто искусственное омоложение, но при ситуации 50 на 50 мы делаем упор на вот этих 22, 23, 24-летних футболистах, у которых есть уже такой возраст, который позволяет играть качественно в мужской футбол. И все-таки еще возраст, когда они могут сыграть 8 лет в сборной. И наша задача, как я уже в начале эфира сказал, наша задача, чтобы с этими ребятами мы эту ситуацию улучшили. Потому что абсолютно всем понятно одно, что никого не устраивает ситуация с результатом национальной сборной за последние годы. Но очень важно, чтобы мы системно работали. Потому что если мы будем продолжать то, что мы продолжали, то, что мы делали до этого, за 3,5 года у нас 4 тренера поменялось. И особенно в разрезе сборной он даже не успел узнать игроков. Потому что если ты иностранец, ты должен узнать. У меня, конечно, в этом смысле мне полегче. Я большинство с этими, 85-90% с ребятами, я работал. Я когда приходил, я понимал, что и как. И вот мой посыл, который был, когда мне предлагали контракт, я говорю, ребята, я не волшебник. И за день я ничего не могу тут поменять. Но при системной работе в течение 2,5-3 лет в конце вот этого периода я могу сказать, что это уже будет конкурентоспособная команда. То есть это ваш срок был, вы сказали, мне нужно 2,5 года на команду. Я сказал, мне нужно 3 года, чтобы в третий год реально мы уже могли показать качественный футбол, и вы от нас могли просить реальный результат. А какие вообще, ну, я понимаю, возможно, это какие там тайные детали, которые вы не можете говорить по поводу того, как именно будет оцениваться успешность вашего контракта. Но красивая игра это очень субъективное понятие, которое не всегда, как мы знаем, реализуется в результат. Какие правостепенные все-таки у вас цели? Это красивая игра или результат? Вот давайте так поставим. И результат в Лиге наций, там, не знаю, выйти в группу С или в следующей квалификации на чемпионат мира 2022 занять там четвертое место в группе или третье? Ну, я скажу так, я разобью вот этот весь свой этап на три части. Первая часть, которую чуть-чуть подкосил, конечно, коронавирус, потому что, в принципе, сейчас в сентябре мы занимались тем, чем мы должны были заняться в марте. Да. И в сентябре, первый день я их увидел, этих ребят, и с ними на поле поработал реально со всеми вместе за три дня до игры или за два дня до игры. Но это ситуация, там никто на это не мог повлиять, и никто этого не мог знать. Первый этап – это становление команды, определение костяка, определение лидеров, определение определенного игрового стиля. Я вижу вот это эти первые полгода. Чтобы мы в март, когда у нас начинается квалификация чемпионата мира, вкатились уже с реальной командой. Не просто со списком игроков, а с реальной командой, где мы понимаем, кто основные игроки, какие их функции, как они друг с другом взаимодействуют, какие задачи и так далее. Это второй этап. Дальше квалификация чемпионата мира, где мы уже готовые команды реально способны быть конкурентоспособными в плане результата. И в каждой второй-третьей игры реально независимо от соперника цепляться за очки. Реально. И тогда мы переходим к третьему году, когда опять же Лига нации, и где есть реальная задача, первое место в группе. Желательно, конечно, чтобы это была С-группа, но как это будет, сложно сказать, потому что однозначно то, что я сказал в самом начале, независимо от результата, который будет сейчас, я шарахаться не буду. Не буду шарахаться в плане выбора игроков. То есть сейчас взяли более молодых, две игры не сыграли, как нам бы хотелось, потому что, безусловно, две ничьи – это плохой результат. Там нечего скрывать. И мы этим недовольны. И, честно говоря, такого мы не ждали. Я, например, перед первыми двумя играми понимал, что, может быть, в какой-то из игр нам и не удастся выиграть, но как минимум то, что мы возьмем четыре очка, я был в этом уверен. И этого не случилось. И третий год – это реально результат на табло. Там некрасивая, некрасивая, некрасивая игра – это результат. И, в принципе, надо один момент понять. Результат, он важен всегда. Сегодня и вчера, он тоже важен. То, что это, скажем, не вопрос того, что мы сейчас это все прекратим, закроем, выключим свет и уйдем, это факт. Потому что мы только начинаем свою работу. Но то, что важно, вот мы говорим при ментальность, а ментальность по-другому не может прийти, как только через победы. И через то, что мы дожимаем и добиваемся того, что мы обыгрываем в таких играх и Мальту, и Андорру, и сейчас едем на Фореры. Да, в сложной ситуации. Мы, скорее всего, навряд ли и будем фаворитами. Но и надо все равно говорить даже при нынешней ситуации. Но Фореры это команда нашего уровня. Это команда, с которой мы можем и должны играть на победу. Да, они на данный момент шестью очками. Да, более стабильный состав. Да, они, скажем, уже прошли определенный этап, как маленькая сторона. То, что мы потеряли. Мы задержались чуть-чуть со сменой поколений. Потому что то, что Александр Петрович Тарков в свой последний приход начал делать. Ему не дали сделать до конца. Если бы дали, я думаю, что мы уже сегодня в другой ситуации сидели. Мы сейчас смотрим футболистов не только по возрасту, а по опыту игры за сборную. Мы самая неопытная команда в этой группе. То есть, если мы по количеству минут игр в среднем за сборную у этих футболистов возьмем, все остальные поопытнее. Не говоря уже Андори, который 10 лет один и тот же тренер и один и тот же состав. Поэтому они из своего довольно скудного потенциала выжимают максимум. Потому что потенциал не очень вели. У нас он побольше. Однозначно побольше. Там вообще споров нет. И тут результат, он всегда важен. Всегда в разрезе национальной сборной важен результат. Вот завтра мы играем игру или там не завтра, на следующей неделе с Черногорией товарищескую игру. Понятно, мы там подратируем состав, потому что нам через два дня надо будет играть официальную игру. но он тоже важен. Он важен и важен для тех футболистов, которые выходят в майки сборной. Каждая игра, каждое единоборство. Это по-другому не может быть. И тут не надо искать себе оправдания или отговора. Другое дело, что на все нужно время, и в футболе это так же, не знаю, как, чтобы яблоко выросло, там нужно время, но надо понимать, что нам это время надо максимально минимальным сделать, чтобы мы быстрее шли вперед и нам нужны уже позитивные результаты и для болельщиков, и для нас, для самих, для команды, для тренеров, чтобы эту уверенность получать, чтобы все время, там, каждый раз после игры не искать оправданий, а выйти и сказать, ребята, вот сегодня мы сделали классную работу, наконец-то. Вот это наша задача. Мы знаем, что Лига нации это один из способов попадания на чемпионат мира, и, прямо скажем, по уровню, по крайней мере, соперников, он выглядит несколько более реалистично, мы пока не знаем, какая будет отборочная группа на основном отборе, но, тем не менее, есть такая, не знаю, какая-то мысль, надежда уже сейчас, что, может быть, через Лигу наций получится пробиться впервые на чемпионат мира, или вы думаете сегодняшним днем вот сейчас это Лига наций, потом отбор, и только потом та Лига наций? Ну, вы знаете, мы делаем параллельно две вещи, безусловно, мы думаем про каждую следующую игру, и мы думаем про результат, потому что даже вот в этой ситуации, ну, футбол никого не ждет, не ждет никого, он двигается вперед, и мы не можем оправдываться и говорить, ну, сейчас это не важно. Насколько мы к этому готовы? Пока сложновато, мы посмотрели первые две наши игры, пока у нас сложновато, есть проблемы, есть много проблем, и игровых проблем, и проблем лидерства на поле, но есть много позитивных моментов, я скажу, потому что мы нашли, я думаю, в этих двух играх два-три новых игрока основного состава, два-три еще дополнительно, это ребята, которые были в национальной сборной, но до этого были на других ролях, не игроками основы, не такими основополагающими игроками, Артур Зьюзин после четырехлетнего перерыва вернулся в сборную и, в принципе, качественно вернулся, то есть, есть определенные продвижки для того, чтобы мы могли так позитивно смотреть на следующие шаги, без супероптимизма, но позитивно смотреть, то, что касается отбора, вот это конкретная задача, конкретная моя задача, которая прописана в контракте, это на третий год своего контракта пробиться в плей-офф, победить группу Лиги Наций, пробиться в плей-офф, того, чтобы там уже на данный момент, это потом чемпионат Европы, не чемпионат мира, чемпионат Европы, чтобы мы через Лигу Наций попробовали сделать следующий шаг, добиться первого места в группе, где мы будем, и пробиться таким образом в плей-офф соревнования, но опять же, какая будет вообще система розыгрыша, сейчас еще большой вопрос, потому что с этим коронавирусом, передвижкой всех этих дат, финальных турниров и всего этого, на данный момент пока даже не ясно, какая будет эта система, потому что та система, которая обговаривалась год назад, она может круто поменяться, беря в учет вот эти все сдвижки, у нас, например, сейчас есть цену не по национальным сборным, а по юношеским соревнованиям, что уже по некоторым возрастам никаких квалификаций не проводится, это просто по рейтингу определяется, те, кто будет играть в финальных турнирах. Этот вопрос, я хотел задать еще с самого начала, но у нас так хорошо пошла беседа, но тоже не могу не спросить, с точки зрения, многие говорят о позитивных психологических изменениях в игре команды, потому что это не секрет, что с предыдущим тренером все-таки в сборной была не самая хорошая атмосфера, она была связана и с результатами, и с каким-то, может быть, непониманием, и так далее. Если мы говорим конкретно про игровые изменения, вы что-то сильно поменяли со стороны, потому что для непосвященного человека это игра. Если чуть поближе посмотреть, то схема поменялась немножко. Но вот если более какие-то конкретные вещи, потому что я, например, заметил, что особенно в игре с Сандорой это было видно, какой-то упор на фланге был, очень много было навесов со стороны, даже штрафные, они были больше по углам штрафной, ближе к тем моментам. Ну, в принципе, мы для себя в плане игровом поставили несколько конкретных задач. Первая задача, мы хотим, чтобы игра нашей команды стала более агрессивной, более, намного агрессивной. И это, в принципе, связано с многими вещами. Первое, мы хотим, чтобы наш контроль мяча стал более вертикальным. Это не значит, что мы просто бьем мяч вперед, но, понимая техническое оснащение футболистов, мы понимаем, что более реально не 20-ю пасами дойти до голевого момента, а семью. Это значит, что, в принципе, в этой ситуации, если у тебя есть вариант играть, например, средний пас на 20 метров вперед, в разрез между линиями, отсекая определенное количество игроков соперника, мы обязаны это делать. Мы это просим. Дальше. Фланговая игра. Мы должны активно доставлять мяч до фланговых зон и, очень важно, не задерживая мяч на флангах, искать варианты подачи, потому что у нас есть физически очень мощные нападающие, и Кутковский, и Роберт Удрикес, и молодой Раймонд Кролис. И, в принципе, они в такой игре, доставляя более качественные им эти мячи в штрафную, они могут быть более опасными. Следующий момент – это ментальная и функциональная реакция на потерю мяча. Абсолютно нормальная составляющая футбола – это, играя в атакующие трети, потеря мяча, потому что там всегда оборонительная команда больше отберет мячей, чем на атакующие обыграет. И тут очень важно это не воспринимать как трагедию не выключаться из игры, а быстро реагировать, идти в контрпрессинг, идти в отбор. Это, опять же, один из моментов, которые мы требуем. Четвертый момент – это поднятие оборонительной линии, потому что в чем очень большой плюс вот этой ситуации – это то, что, играя в Лиге нации, мы многие из этих вещей можем сделать. Потому что соперник позволяет нам пробовать играть так, как мы хотим, а не так, как нас заставляют. Потому что если мы будем играть за сборной Франции, мы можем придумать что угодно, но мы должны будем отталкиваться от того, как мы можем позитивный результат добиться, исходя из их стиля, из их силы, и то, что они дадут нам сделать. То есть, в этих играх это не так. И это для меня, как для тренеров, все-таки довольно большой плюс – поменять ментальность, поменять стиль игры. И вот это еще один упор. Последний, наверное, такой упор – это наладить более целеустремленную игру в атакующей трети в разрезе ударов-поворотом. Мы очень мало бьем, как команда поворотом. Ну, судя по статистике, бьем много, просто в створ не так много. Ну, мы начали бить больше. Мы били, например, если сравнивать последние 4 года, для такого… Мы сейчас начали бить больше. Да, это, безусловно, вопрос соперника, но мы в Лиге нации 2 года назад тоже играли. Да, безусловно, там вместо Мальты была Грузия, и вместо Фарер был Казахстан. Были посильнее команды, но это все равно были не игры с Францией и Италией. И вот, наверное, вот эти конкретные игровые моменты, не все из этого получилось. Ну, в первые матчи. Направленность по 5 компонентам, я скажу, плюс добавляя 5 компонентам стандартной ситуации, по 3 я видел реальный прогресс, по 2 у нас не получилось совсем. А почему не получилось? По каким компонентам я имею в виду? Ну, в первую очередь, я недоволен, как мы сыграли на стандартных ситуациях. И да, мы забили на мальте гол со стандарта, но я недоволен абсолютно. И это касается и аутов, и штрафных, и угловых. И пенальти чего уж там? И пенальти. И мы очень серьезно должны добавлять в этом, очень серьезно. И была проведена работа, мы сейчас провели анализ, еще будем доводить, будем добиваться, мы там должны быть намного сильнее. Второй момент, нам не удалось, так как мы бы хотели поднять, особенно в игре с Мальтой, оборонительную линию, более компактно, более высоко сыграть. Были разрывы, слишком большие, для компактной игры. Это дало шанс Мальте переходить в хорошие атаки, и нас на этом ловить. Это два момента, которые точно у нас не получились. Игра в переключениях, скажу так, в целом мы прибавили, прибавили прилично, то есть в отборе, как я уже говорил, с той же Андоррой, это был один из ключевых моментов, почему у них ничего не было, ни одного варианта. В игре контроля мяча, статистика показывает то, что мы в принципе провели в плане цифр намного качественнее в этом компоненте игры, чем до этого. Ну, вот так. Мы уже завершаем, у нас время подходит к концу, очень быстро-короткий вопрос. Ближайшие два матча, на что вы, ну, понятно, рассчитывайте на победу, но если там чуть более конкретно, чего вы ждете от них, можем ли мы надеяться на еще более качественный футбол, чем в предыдущих играх? Во-первых, у нас сейчас, я думаю, ключевая игра в разрезе турнира на выезде на Фарерах. Я думаю, что там в первую очередь я надеюсь на то, что мы вот те качественные моменты, которые у нас были в первых двух играх, сможем сохранить, еще умножить и прибавить вот в компонентах, которые у нас не получились. Я жду, что это будет в ментальном, тактическом плане игра на победу с нашей стороны и что эта игра и результат этой игры даст нам такой серьезный толчок на следующие, на следующие игры, на следующие результаты. Я думаю, что на данный момент у нас вся вот концентрация именно на эту игру. Да, есть подготовительная игра с черногорцами, но она товарищеская и там мы будем, может быть, чуть-чуть шлифовать тактику. И потом уже после игры с Фарерами и результата уже будет фон понятен на последнюю игру с Мальтой. То, что мы можем ждать и надеяться абсолютно, что из этого получится, покажет футбол. Спасибо. 10 октября, я напомню, в следующую субботу матч с Фарерами. У нас в гостях был главный тренер сборного Атми по футболу Денис Казакевич.